Добрый вечер! Ждали апокалипсис, пришел Китай. Он вездесущ, повсеместен, временами замаскирован, но в основном нагл и очевиден. И стандартный вопрос любого обывателя, так что ж, теперь мир становится китайским? Ведь куда пальчиком не ткни, обязательно попадешь в что-нибудь сделанное в Китае, начиная от мелочей компьютерного содержания и заканчивая чем-нибудь большим крупным, ну, практически за небольшим автомобильным исключением. Пример там у Вольво. Вот Вольво, это все-таки китайская машина или не китайская машина? Производство пока еще тихонечко как-то пытается удержаться за шведскую землю, немножечко в Бельгии там есть кое-чего, заводик Netcar в Голландии, ушедший тихонечко с молотка. И Вольво, чисто юридически, она принадлежит китайцам, поэтому она китайская. А по факту, вот в какой момент шведская фирма Вольво, купленная вместе со станками, шведами и куском Гетеборга, станет окончательно китайской. В чем именно вот эта сущность, где она держится? Почему Вольво во всем мире еще пока признается как не китайская машина? Почему она считается шведской? И даже кто-то умудряется находить там какие-то легкие искорки настоящего шведского качества. Где водораздел? А на самом деле в отношении людей это как правило называется словом душа, в отношении техники это так аккуратненько либо идеологией называется, либо ментальностью. Вот ментальность этого автомобиля, она европейская, потому что его придумывают европейцы, его разрабатывают европейцы, в него закладывают параметры, породистые особенности и сущность европейцы. Это европейская машина, при всем при том, что чисто юридически, чисто формально она уже давно принадлежит китайцам. И вот этот момент, он как раз и по сей упору является главным отличительным признаком. Вот Apple, американская фирма, а iPhone, не бывает iPhone'ов, сделанных в Америке. Все iPhone'ы, они сделаны всегда в Китае. Китайцы, конечно, считают, что iPhone это абсолютно китайское явление, но весь остальной мир не воспринимает Китай в качестве приложения. Они считают, что это нормальный американский товар. Его придумали американцы, его идеи, сущность, облик, логика, содержимое, вот особенно логика, это все совершенно чистый, такой незамутненный Китаем Apple. Просто придумали здесь и отдали на размещение, сказали, ну там вы уж как-нибудь соберите аккуратнее, у вас там что, отверточки найдутся, да? Ну, в конце концов, заводик вам построен. Поэтому Apple, да, он американец. iPhone, да, он американец. Volvo, да, пока еще, пока еще Volvo является европейским товаром. Когда Volvo перестанет быть Европой, когда 100% автомобилей будут производиться в Китае, и здесь тоже есть момент, что не до конца, на сегодняшний день потихонечку уже на производство подступаются, так подкидываются, подбрасываются, подкладываются детальки, сделанные не в Швеции. Уже давно, вот, например, эти цилиндропоршневые группы знаменитых пятигоршковых моторов вольвских, ну, со времен Форда, они отливаются в Таиланде на чугунно-литейном заводе. Только они для всей группы в Форд там делаются. Это не мешает машине без шведской? Нет, не мешает. Она становится тайской? Пока нет. Когда Volvo станет полностью китайской, никогда все 100% комплектующих будут китайскими, и никогда все 100% произведенных машин будут китайскими, а когда китайцы попробуют выдернуть этот целебный кустик и перенести его к себе. Вот как произошло с фирмой Rover. Они выдрали оттуда с корнем из британской истории страницу, привезли ее к себе и не прихватили с собой ничего, что несло в себе ген британского ровера. Они просто воспроизвели один к одному по схеме вывезенный домик, внутри которого кто-то производит машинки. Что произошло? Похоронили за свой счет. Все, нет такой фирмы. Есть потуги, там, ну, как-то даже не реанимация, а скорее реинкарнацию уже, потому что реанимация — это когда сдохла и еще тепленькая, а вот реинкарнация — это когда уже даже бульон поросло. Речь все-таки идет о какой-то насильственной реинкарнации покойника. Не получится, все, ровера больше не будет. Volvo для большинства людей, особенно живущих в Китае, это родная китайская марка. Европейцы пока еще любят ее за то, что она европеец. И то же самое с Jaguar или Rover. В нем есть британский аристократический дух. Почему? Потому что нигде и никак не прослеживается рот антата. Как только рот антата со своей баклажанистой физиономией станет в рекламном постере рядом, все, можно будет выкидывать тихо и спокойно или Rover и Jaguar. Будет всем понятно, что это до конца уже ментально фирма, которая стала индийской. После этого бренда такого больше не будет, ни одного, ни другого. И в Китай со временем уйдет очень много производств. Кто-то сейчас уже потихонечку заводы туда перемещает, кто-то туда присматривается, не пора ли переехать. Там уже практически все корейские производители имеют свои филиалы. Там уже почти вся Европа толчется на уровне СП. Там уже много Америки. Притом, конечно, что американцы, они очень сильно бьют по рукам китайцам при попытке что-нибудь такое резко схватить зубами. Не получается. Хаммер они не отдали. Пантиак они тихо и спокойно закопали, тоже никому не дав. Европейцы, они позволяют себе такую вещь, как хомут на шею. Донг Фенг, например, оборзевший в корягу, о чем я вчера говорил, собственно, послесловием к чему является сегодняшний эфир. Донг Фенг, претендующий всего на 10% в Пежо Ситроен, уже тем не менее выкручивает руки и говорит, кого куда поставить, какой генеральный директор должен быть, а какого быть не должно. Это такое чисто нормальное китайское явление. И вот если Вольво удержалась и ментально пока еще европеец, то у ПСА уже сразу видно, что партнерчик в этом отношении более злобный и более суровый. Есть шанс, что он попытается с корнем выдернуть весь генотип, притащить к себе и вот после этого уже ни Пежо, ни Ситроен не будут французскими. Они будут, ну, когда-то, может быть, бывшими французами, а теперь уже этого не произойдет. Но Китай вообще в целом, это такая страна, которую принято остерегаться, с легкими элементами боязни, потому что Китай, он имел очень профессиональных преподавателей в такой важной дисциплине, как пропаганда. Врать он учился у нас. Советский Союз научил Китай врать блистательно, после чего Китай занимается тем, что на современный язык называется, как это пиар, это такая профессия. На самом деле это абсолютно наглое вранье. И Китай запугивает весь мир тем, что он вот-вот встанет в полный рост, он наберет компетенции, наберет профессионализма, он будет таким очень мощным, серьезным партнером, он в экономике, конечно, уже серьезный игрок, ВВП у него растет, нефть он у России потребляет очень много. Сейчас он прямо, вот смотрите, вот сейчас мы как завалим весь мир. Нет, ребята, вы не завалите весь мир, потому что кишка у вас тонка. В чем особенность Китая? Не только в том, что он врет на каждом шагу, а в том, что стратегически он безупречен, не ошибается никогда. А тактически? А вот тактически у Китая очень серьезные проблемы. Казалось бы, Вольво вы себе купили, вы создали фирму Корус, где у вас нет ни одного китайца, где на этой фирме работают только немцы. Немцы туда приехали со своей предательской немецкой меркантильностью и стремлением к хорошей пайке и вдохнули европейский ген в азиатскую машину, получив в результате вот такого коллаборациониста, который со временем Европу, конечно, завоюет. У Коруса шансы есть. Но, ироничные американцы, они говорят, да, Китай, конечно, стремительно растет, он прошел в автопроме уже 80% пути, но осталось 20%, а они самые тяжелые. И вот тут произошел откат. На эту горку Китай не взгромоздился. Китай, он очень неоднородный, он совершенно разный Китай. И тем не менее, пинковзат он получил целиком. Китай не смог создать свою современную машину. Не получается, мозгов не хватает. Дипломы есть, деньги есть, технологии есть, иностранцы есть, машины нет. Не получается у китайцев китайская машина. Не получается. Вот когда они берут пленных, либо нанимают немцев, то им те создают. И получается, что на самой верхушке, да, вы можете, конечно, нанять какое-то количество иностранцев, которые за вас выполнят вот эту финальную филигранную доводку. А полтора миллиона, миллиарда дармоедов вы куда денете? Немцы не приедут. Новости. Ставлю вопрос на голосование. Надо ли бояться Китай? Заполонит ли он с собой? Будут ли машины вокруг китайскими, в том числе не только всякие Донгфенге, оборзевшие, но и BMW, Mercedes, Volvo и прочие Audi? Если люди считают, что да, будем бояться Китай. 5533, русская буква А. Те, кто считает, что нам, черт не брат, Китая бояться не надо, и в конце концов мы его за пояс заткнем, а сам-то он не так велик и могуч, не надо бояться Китай. 5533, русская буква Б. Наш лось пребывает в состоянии плотного движения, ставит сам себе пятерку. У него 5 баллов пробки. Мейл.ру констатирует, что движения нет, 8 баллов. Андрей, здравствуйте. Добрый вечер, Сергей. Здрасте. Вы вроде движетесь куда-то. По поводу вчерашнего теста Сан-Йонг Рэксон хотел узнать про более младшую модель Сан-Йонг Кайрон. По поводу того, какие его могут быть внедорожные качества. Это первый вопрос. Ну и второй вопрос, какой можно приобрести автомобиль, который можно сплотировать и на дороге, и вне дороги, и с тех времен, когда автомобили делали, то есть с 2000-х годов. Ну, Toyota Land Cruiser 80, ну там, и, может быть, еще какие-то модели. Как интересно. Андрей, вы там куда-то тихонечко крадетесь, судя по интершумам. Нет, я уже подкрался к дону. Буквально вот 100 метров осталось. Везет же. Остальные еще в пробках маются. Так вот, у Кайрона у него была в свое время очень интересная модификация с самоблоком в заднем дифференциале и с понижайкой в раздатке. В последнее время в дилерскую сеть они не поступают. По крайней мере, основные игроки по рынку, они констатируют, что у них этих машин в продаже нет. То есть, в целом, по потенциалу своему, Кайрон был вооружен чуть получше и поинтересней. Но сейчас уже такую штуку достать будет нелегко. А по поводу машины, которая в пир в мир в добрые люди, 80-ка, она точно такой же грузовик, как и сотка. И на 80-ке ехать по городу так же сложно. Конечно, за ней приятный шлейф истории и ощущение, что ее делали в те времена, когда японцы были честнее и менее узкоглазые. Нет, она точно такой же ЗИУ-130 и сотка такой же ЗИУ-130. И из автомобилей в пир в мир и в добрые люди, это смотря у кого просто как устроен пир, у кого как мир, у кого добрые люди. Потому что самой универсальной машиной в нашей советской истории была ВАЗ-2101. Она джиповала по буеракам по всей стране, при том, что УАЗик не продавался и был недоступен. И она нормально выступала в городе. Поэтому вот это вот такая современная тенденция к узкой специализации. Для того, чтобы написать письмо, нужно купить специальный ноутбук с почтовой программой. Мы же не будем идти и в почту кидать его бумажной. Для того, чтобы поехать на машине, в городе одна, в деревне другая и редкий класс универсальных машин. Универсальность любого изделия зависит от пользователя. Если пользователь в состоянии при помощи одного топора строить избу, то ему не нужен ни подъемный кран, ни бригады гастарбайтеров. А если при помощи 25 миллионов и бригады гастарбайтеров у вас из бассиона не получается, в таком случае, где она универсальность? Нету ее. Восьмидесятка это хорошо, но в таком случае любая машина того периода, тем более, что мало было по трансмиссии, электронике. Поэтому любая штуковина, которую вы возьмете как внедорожник, она будет с неплохим потенциалом для дорог и может честно и спокойно сдохнуть от старости, уехав от Москвы. И она будет кое-как применима в городе, потому что компромиссов тогда было еще меньше. Это сейчас есть Туарек, который, в общем-то, внедорожник с прекрасной адаптацией к городу. В вашем историческом периоде с этим очень сложно. 65, 10, 9, 9, 6. Сергей, здравствуйте. Алло. Здрасте, Сергей. Да. Мы оба с вами Сергея. Здрасте. Да, это Анна Каренина опять звонит. Но я опять в электричке, так что могу пробовать, Сергей. Хотел два вопроса задать. Первый это по поводу Инсигни Кантри Тауэр. Не знаю, что интересный очень аппарат. И второй вопрос хотел уточнить. Вы рассказываете про машины, а вот про квадроциклы, например, вы как? Давайте по порядку. Во-первых, у вас шикарная электричка с хорошей связью и с прямой линией на радиостанцию Финам-ФМ. Это, знаете ли, даже в Сапсане такого нет, чтобы можно было нажать на кнопочку и дозвониться на Финам. У вас хорошая электричка. Да, в Сапсане я езжу каждую неделю, отвратительная связь, согласен. Зато скорость какая, зато как завораживает. Ну да, есть. А зато какой шикарный транспортный коллапс для того, чтобы мы этим сапсаном могли утереть сами себе нос, а на самом деле соплю рукавом. Как мы взяли и переломили вообще всю транспортную ситуацию на северном направлении. Эх, как у нас шикарно сразу все грузоперевозки выплеснулись на дороге и сдохли там. Красота. Insignia, вот этот вариант, который вы увидели, он на самом деле чем интересен? Вот его когда показали сейчас во Франкфурте по осени, его вообще никто не заметил. Потому что отличить эту машину от обычного аппарата универсал марки Insignia, модели Insignia, невозможно. А потом, когда читаешь пресс-релиз, ой, как здорово, там на 2 микрона увеличена подвеска. Ой, как шикарно. А там в одном месте, если заглянуть, там пластмассовая отбортовочка, такая прям клевая. Эта машинка сделана под шикарный германский газон. Вот на ней очень здорово подъехать к гольф-клубу. То есть это, например, не Хосе 70 вольвовская, которая, ну, кое-что из себя представляет. Это очень классный, красивый, наверное, один из самых красивых на сегодня автомобилей, которому добавили просто комплектацию, не изменив сути и качество. Это так она называется. Это, вот знаете, как приходишь в магазин, например, там часы какие-нибудь покупать, а к тебе подходит вот этот человек, который, ну, видимо, менеджер. Он говорит, есть спортивная модель и достает только оковалок, килограммов полтора. Я у него спрашиваю, а для какого вида спорта, для тяжелой атлетики, чтобы в тренинге быть? И тут он зависает, потому что он выучил только первую фразу. Это спортивная модель. А вот посмотрите, этот костюм троечка, вам подойдет, это спортивный костюм, мама родная. А это для какого вида спорта? И вот институт не из этой же самой категории. Она красива и полноценна сама по себе. Ей добавили отдельную комплектацию. Вот, а что-то вы еще такое интересное у меня спросили. Про квадроцикл. Вот сейчас я, у меня очень, на самом деле, большой опыт езды на автомобилях. У меня, на самом деле, я коллекционирую, еще собираю автомобили. У меня там практически от Запорожцев до Победы. Ну, иногда хочется на чем-то таком поедить за городом, по грязи. Джип, ну, не хочу джип. На квадроциклах ездил, очень нравится. Ну, выбор очень большой, очень много китайских производителей на рынке. И, к сожалению, вот не знаю, все-таки японцы там ходят, Сузуки там, или Кавасаки какой-нибудь брать. Или все-таки китайцы. Китайцы, ну, дешево, объем двигателя мощный, большие. Ну, к сожалению, не могу. Сейчас вот буду тестировать. Пару недели назад Сузуки тестировал. На эти выходных будут Балт Моторс и СФ Мото квадроцикл тестировать. Сергей, вот когда я пришел к дилеру Ямахи покупать квадроцикл, самый маленький, 125-кубовый, я пришел и сказал, мне бы вот что-нибудь такое, 125 кубиков, то, что на заднем приводе. Дилер на меня посмотрел и сказал, ого, впервые за год нормальный клиент пришел. Потому что все берут полный привод, чтобы он был в натуре крутой, потому что я ща как тут ех! Чем круче квадроцикл, тем скорее ты на нем убьешься, и тем на более серьезную сумму он поломается, и тем меньше такелажных возможностей он оставляет. Потому что вот 125-кубовиков его, в принципе, можно выдернуть в одиночку. А какой-нибудь полноприводный, у которого уже и моторчик пошустрее, помощнее, и стоит он как автомобиль. Вот его уже засадил, так засадил. Я на 125-кубовом сажал его в такой же безнадежной ситуации, где рядом барахтались 500-кубовые полноприводные, и ничего они сделать не могли. Разница была в том, что я свой на руках выносил, а они шли за трактором. Во всем остальном, вот эта Ямаха, она пробегала два года, после чего у нее начались технические проблемы, сейчас он более-менее здоров. И как всякий предмет увеселения, он здесь хорош тем, что чем меньше он стоит, тем лучше. Но, на мой взгляд, все-таки баланс заканчивается там же, где и география. Япония, да, нормально. Китай, нет, спасибо, я бы подождал. Несмотря на то, что у нас даже в Рыбинске такие штуковины делают из китайских машинокомплектов, и оно ползает и устраивает рекорды, ну, нет. Есть нюансы такие вот технологической культуры, которые очень многим пока еще... Ну, как Китай, он инженера купил, а работать не купил, не получается. И дешевенькая, ну, насколько это может быть дешево, японская заднеприводная штуковина, она полностью перекрывает абсолютно вот всю эту проблематику. Сколько раз на ней вторгался в совершенно жуткие места, вот столько раз оттуда выезжал. При том, что хорошо, есть ограничитель по скорости. 125-кубовик, он не является гоночным. Поэтому ошибка пилотирования, а довольно часто она зависит не столько одна, сколько от безумия мотора и от грунта. Одно неверное движение, летишь кубырком. На небольшом, не очень тяжелом, летишь не так заковыристо, по менее витиеватой траектории, и по затылку потом получаешь не гири, которые тебя плющат, а просто такой легкий щелчок, шлеп, бац, ну, там, пара вставных зубов, небольшая скальпированная рана, и после этого идешь спокойно, нормально, уже отдохнувшим, понимая, что все хорошо. То есть, большие, дорогие, пафосные, но очень не советую. Перерыв на новость. Как удивительно легли голоса. 50% считают, что Китая бояться надо, 50% считают, что Китая бояться не надо. Тем не менее, попробуем на чью-нибудь чашу весов все-таки склонить. 5533А, боимся Китай. 5533Б, не боимся Китай. Давайте посмотрим, может быть мы еще пару голосов подбросим. Нашлось, поднял балл дорожных затруднений до оценки в 6. У Мейл.ру по-прежнему 8, движений нет. С точки зрения Лося, движений есть. Сергей, здравствуйте. Алло. Здрасте. Здравствуйте, Сергей. Рад вас слышать. Да, да, хотел бы посоветоваться в плане, нашел Outlander 2009 года, трехлитровый. Стоит связываться с покупкой? Что он может мне после сотни, скажем так, показать? Или все-таки это вполне надежная машина, имеется в виду в предпредыдущем кузове? Да, он в принципе неплох, ездит довольно нормально, и у него проблемы были только с ценником, потому что пока он был полностью пластмассовым, непонятно было, за что такие деньги, вы берете уже машинку проверенную, вполне возможно, что окурки об нее не гасили, и об телеграфные столбы не прикладывали, мы же в это верим. И с мотором 3.0 очень хороший мотор, тем более, что 2.4 это вариатор, а 3.0 это автомат. А автомат это лучше, автомат это надежнее. Помните те времена, когда наш советский народ поголовно не любил автоматы, говорил, я на механике, она надежнее. А сейчас вариант такой, не, ну старый надежный автомат, это же не какой-то там вариатор. Вот старый надежный автомат. И штуковина, тем более, скорее всего, он у вас рестайлинговый, то есть уже с более-менее такой озверелой рожей и с кожаными вставками по салону, он поприличнее, багажник у него большой, ехать на нем можно. Вопрос, насколько сильно вас обманывает предыдущий владелец? Ну, вроде он один и 670, поэтому 77 пробег, я подумал, что вроде есть смысл виздаться. Ну, вы же его лично не знаете, а он вам лично ничем не обязан. Нет, нет, это сторонний человек. Да, 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 поэтому, конечно, желательно посмотреть, что да как, откуда он, что у него там с ПТС, есть ли у него какая-то внятная биография, есть ли какая-то сервисная книжка, чтобы штампики проверить. И там, тем более, к дилеру подойти и аккуратно узнать, а это правда, а что там, а где. Иногда бывает, что ведь у дилера проходил в том числе ремонт, связанный с какими-нибудь ДТП, и остаются и эти следы в биографии. Вот это тоже любопытно было бы узнать. То есть, посмотреть, как развлекались до вас те люди, которые ее так старательно и вежливо обкатывали, чтобы потом передать вам в руки. 65, 10, 9, 9 и 6. Здравствуйте, Александр, здравствуйте. Алло, здравствуйте. Здрасте, Александр. Здравствуйте, Сергей, еще раз. Меня интересует, что ваше мнение по Тойоте Вензи. О! Я, как вчерашний слушатель, звонил, купил Ситроен С5, также ехал за Ситроеном С5, только дизель 2,2 литра, 200 сильный. Вот это шикарно, вот это шикарно. То есть, все про него все лето читал, все хотел, уже даже нашел в наличии. Приехал в салон и вот взял Вензу в итоге. Вот с супругой прокатились на Вензи и взяли Вензи в итоге. Как бы ваше мнение хотелось бы услышать. Вы хотели бы услышать мнение о... Про Вензу. А, то есть не про себя, только про машину. Да, 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 да. Ну, это... Ну, и правильно ли я сделал, да, еще, кстати, вопрос такой же. А какая разница? Да. Это ведь то же самое, как жениться или нет? Какая разница, все равно потом пожалеешь. Ну, может быть. Но там гидроподвеска вроде как была такая хорошая штука. Где там? В Ситроене С5. Была, гидроктив, да, 3+, третьего поколения. Замечательная вещь, непревзойденная никем. Никто так и не смог сделать ничего подобного. У вас Венза с мотором 2,4... 2,7. 2,7. Замечательный автомобиль. Вы наступаете на педаль, он едет. У него блистательно сделанный салон из единого куска пластмассы. В нем даже видно, куда едешь. И это удовольствие можно растянуть на несколько лет. Потом, через какое-то время, Александр, если вы настолько удачливы, чтобы дозвониться, позвоните и расскажите, чем все кончилось. Потому что Венза — это как раз один из тех лакмусовых, даже не бумажек и не коробок, а изделий, по которым видно, что автомобильная журналистика в принципе не нужна никак. До этого, до Венза, был ASX, Mitsubishi. Все издания, все журналисты в один голос сказали, хуже ASX нету ничего по всем параметрам. Все блондинки пошли и купили себе ASX. Сейчас то же самое происходит с Вензой. Все сказали, что Венза — это вообще не машина. То есть ни с какого боку это недопустимо. Все пошли и купили себе Вензу. Вот это довольно интересный спор, потому что профессионалы всегда обращают внимание не на то, на что обращают внимание потребители. У нас просто разная шкала ценностей. И ваша шкала, на мой взгляд, правильнее. Если вы выбрали Вензу, значит, аргументов было больше. А писали про нее журналисты или не писали — это не так важно. Ну, в литературе было, когда я осенью покупал, как бы очень мало было тест-драйвов. И в интернете было мало информации. Поэтому как бы покупал на Абу, можно сказать. Ну, она же привлекательно выглядит. Она довольно симпатичная штуковина. — Симпатичная, большая. — Да, большая. Она необычная. — Комфортная. — Да, как всякий американец, он весьма комфортабелен. Там в багажнике даже можно очень неплохо обустроиться целой семьей. И эта штуковина, самое главное — завелся и поехал. А когда надоел, продал, потому что она Toyota. Вот потому что она вся из себя. Неважно, что она сделана в Канаде. Это настоящее японское качество. От Канады до Японии ближе. Поэтому туда ведрами завозят и прямо на конвейере выливают на капот. И получается настоящая такая японская машина. Очень достойный вариант. Михаил, здравствуйте. — Алло, здравствуйте, Сергей. Очень большой вопрос такой. Сегодня у нас мозговой штурм. Дядя здесь с моим предстоит. Он, значит, задумался еще о смене машины. Вот у него Land Cruiser 120, правда. А сейчас он 150, да, вышел. Но положить надо миллион, наверное, как минимум придется. И продюг у него совсем небольшой на старом Land Cruiser. Стоит ли его продавать? И вот продюг 70 тысяч всего. Особого смысла нет, потому что 150-ка, он реально хуже, чем 120-ка. Вот куда ни сунься. И хотя вот нынешний, выходящий после рестайлинга, это работа над ошибками, это хорошая работа над серьезными ошибками. А 120-ка более удачная машина. Ее надо беречь, холить и лелеять. 70 тысяч для нее. Это не критично. Она еще столько же пробежит. А к тому моменту уже будет какая-нибудь 170-я Прада. Может быть, еще менее удачная. После чего ваш дядя поймет, что его 120-ку нужно хранить вечно и завещать внукам. Что абсолютно логично. Я понял. А если вот у него еще мысль какая-то есть такая, поменять ее на раз 4. Что-то мне совсем она не нравится. А вот эту груду железа полноприводного на РАМе он в 120-м варианте брал зачем? Ну, на ход и все подряд. И для сельской жизни эта машина носила семью. А сельская жизнь уже закончилась? Все, грядки заасфальтировали? Нет. Нет, наоборот. Пенсия началась в том разгаре. Нет. Ну, РАВ-4 это хорошая пижонская машина. И единственный ее плюс в том, что по радикулиту она бьет, может быть, не так старательно. Ну, в силу того, что она абсолютная легковушка. То есть РАВ-4 это Тойота Королла, вставшая на цыпочки и на полном приводе. Понятно. Ну, в общем, это легковая машина. Абсолютно легковая. Но у нее, во-первых, настоящее японское качество ха-ха три раза. Во-вторых, у нее шикарный японский дизайн. Едешь на этой машине, все тычут пальцем, дети голосят, беременная женщина недовольна, алкоголики говорят, ну, ребята, я столько не выпью. Ну, красота. Смотрите, какая народная волна обожания. Не в каждую тычут пальцем. Понял. Спасибо, Сергей. Антон, здравствуйте. Здравствуйте, Сергей. Вы так осмотрительно входите в эфир и сели вдруг, сейчас дверь закроется. Нет. Он сейчас по плечу говорит, ты в эфире. Да? Все? Все уже, Антон? Вот теперь в эфире. Без вариантов. Ну, наконец-таки я дозвонился. Спасибо вам за передачу. Спасибо, что дозвонились. У нас такой... Что? Спасибо, что дозвонились. Да. У нас такой вопрос семейный. Мы смотрим XT60, Mercedes GLK и Mercedes E-класса. Ух ты. А мы этого сколько? У вас такая мощная семья из одного человека, из двух, из трех, из пяти, из семи? Нас трое. А, трое. В камере я и Ленин. Помню. Так. Три человека. Хотят хорошо провести время за рулем приличного автомобиля. При этом E-класс говорит о том, что никакие грядки вам не нужны. Да, но нам пару раз буквально в год съездить в деревню Тамбовской области. Позлить местного волка? Да. Он нервно относится к E-классу. У него чувство классовой неприязни к E-классу. Ешка, она штука-то интересная. Она приемлемая абсолютно во всем. Тамбовская область, она неоднозначна. Но ГЛК, он в табеле о рангах на полступеньки выше. Все-таки. И ГЛК с удовольствием возьмут. Ну, и Ешку, конечно, возьмут. ХС-60 в этой связи особняком. И ХС-60 всю жизнь будет бабской машиной. Пока есть 60-ка и 90-й. Вот 90-й, он хочешь не хочешь мужской. 60-й, он под блондинку. А вот с ГЛК тут бабушка на двое сказала. Ну, с Ешкой все понятно. Но просто в Тамбовскую область только вы знаете, успеет каток перед вами положить новый асфальт или нет? Да, но еще супруги ездят на работу, конечно же. На работу, норковое манто, Мерседес. Красота. После этого можешь даже не ездить. Уже и так все хорошо. Значит, Е, да? Ну, для женщины и ГЛК, и Ешка нормально. Вариант только окраса. Если ГЛК цвета айфона, то он однозначно женский. У него очень хорошая настройка полного привода, и с ним не пропадешь. В том числе и в деревне. Хотя, конечно, он низковат, он не становится настоящим внедорожником, но на больших моторах, там, от трех литров и выше, это очень серьезный боец. Даже путем потери пластмассы и небольшого количества собственной сущности, оставленной на проселке под Тамбовом, он к цели-то придет. Много на что способен. Ешка — это все-таки городская машина. Она низкая, она для того, чтобы наслаждаться управляемостью, в хорошем заносе, вот так вот вытягивая газом и выстраивая траекторию, можно заглянуть в задние стоп-сигналы собственной машины, не выходя из нее. Красота! Ага. Задний привод, он все-таки тем и интересен, что сколько на него электрических ошейников не вешай, рано или поздно ты думаешь, ой, задний привод. Он говорит, ага, это я. После чего вы все весело куда-нибудь убираетесь. Приятный, эклектичный выбор. Виталий, здравствуйте. Алло. Алло. Здравствуйте, Виталий. Здравствуйте. Добрый день, Сергей. Это я? Это точно вы. Сергей из нас двоих — это я. Виталий — это вы. У нас с вами есть пара минут на блистательное общение. Да, первый раз зазвонился. Не переживайте, это здорово. Да, немножко волнуюсь, честно говоря. Нормально. Звоню я вам два месяца, но никак не получается. Вялая дедовщина, два месяца мало, люди годами звонят. Да, значит, не повезло. Наоборот, повезло. У меня такой вопрос, собственно говоря, был. Хотел сменить машину и сменил. Была у меня Opel Vector C 1.8 механика. Пришла семья, в этом году уже взрослась. Восемь человек пришло к вам жить, да? Нет. Пришел один сын, родился. Наконец-то, Виталий. Это здорово. А как вы смогли не поместиться в Vector C? Ну, нет. Дело в том, что хотелось и побольше, и повыше машину. Вот прошлой зимой, наверное, первый раз за 10 лет я застрял. Вот. И как бы вот что-то плюнул. Думаю, надо покупать. И тем более уже 152 тысячи прошел. И как бы... И что купили? Что купили? Остался я в Opel. Вот. В Antara? Купил Opel Antara 2.2 дизель. Вот. Очень правильно. Полный фарш, но только нет люка и навигации. Не нужен вам люк? Да, люк не нужен, навигация, тем более она у ручки, там не видно ее совсем. Вот. Вопрос, собственно, такой вот, как бы... Быстрее. Виталий, оставайтесь на линии, мы с вами после новостей продолжим. Виталий, вы здесь? Да, я здесь. Замечательно. За свои деньги вы послушали рекламу? Да, да, очень длинная реклама. О, это еще короткий блок. Да. Ну, собственно говоря, машиной очень доволен. Даже вот я все время на ручке ездил до этого. Даже не столько с автомата, ну, от автомата, как бы, получаешь удовольствие, вот, сколько от дизеля. Очень хороший дизель, да. Вот этот 2.2 замечательный дизель. 400 ньютонов, конечно, вот он так хватает, снизу прям. И вот я скажу, что у меня прицеп там полностью груженый, там, почти там тонну. Я вот совсем не замечаю, когда еду. Ну, он очень удачный. Да, да. Ну, один из лучших дизелей. Единственное, что меня, честно говоря, вот огорчает, то, что под ручку они сделали одну степень форсировки, а под автомат другой. У вас ведь 184 лошади, а не 164. Да, 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 да. И, ну, собственно, могли бы вообще взять и сделать вид, как будто там 149 лошадей, как вот Санг Йонг, например, делает. Хотя понятно, что там больше. Ну, тем не менее. А дорожного просвета хватает вам? Ведь 176 миллиметров маловато. Нет, 176, это же под юбкой, по-моему, только вот впереди. Да, который отрывается сразу. Да, да, да. Ну, я пока не оторвал. Ну, пока вот вроде я ни разу не зацепил нигде. Ну, первый снег. Ну, пока да, посмотрим. Может быть, конечно, меня еще, я, если так, по дизелю, зима, конечно, обломает меня немножко. Не-а, да, все нормально. Таких, это самое, но... Вообще, конечно, по дизелю, по дизельному топливу, вот я совершенно не понимаю эту политику нашу. Вот он, конечно, он ест кладки ниже четвертого. Вот, я, честно говоря, с ценами вообще не понимаю, почему. Почему топливо, по идее, нижнего качества, но я имею в виду нижнего, более тяжелое. То есть, оно стоит, как бы, столько, сколько 95-й бензин и класс 5-й и, скажем, 3-й, он тоже стоит одинаково. Да. Ну, очистка должна быть, ну, как это, цена-то больше немножко должна быть. Виталий, вы знаете, кто в нашей стране самый главный продавец нефти и нефтепродуктов? Ну, догадываюсь. Вот, представьте себе, у этого физического лица, как утверждает BBC, у него самый большой в мире капитал. Порядка 246 миллиардов долларов. А тут приходите вы и говорите, слышь, самый богатый человек на планете Земля, а чё ж ты качества-то не даёшь? А он, не давая качества в своей повседневной работе, не давая качества, в принципе, никому, кроме очень узкого круга, допущенных к телу людей, в принципе, не понимает, о чём вы говорите. Потому что и так сойдёт раз, вы покупаете два, и в-третьих, у вас разные задачи. Ему нужно к 246 миллиардам добавить ещё приблизительно столько же. А вы пытаетесь как-то апеллировать к классу Евро-4, Евро-5 и к качеству топлива. Так не получается. У нас просто немножечко разные планеты. На нашей планете бедненько, скудненько и грязненько. У него там чуть почище, побогаче и пореспектабельнее. Так вот. У меня вопросик такой. Как что посоветуете? Стоит ли от дилера уходить? Ну, вообще, как бы в частные руки отдавать её? Потому что нисколько жабы душат, хотя там ТО, там три конца. Зверстные. По сравнению с обычным. Да, да. Вот. А это самое... Сколько вот как бы, ну... Виталий, всё понятно. Значит, особых подвохов не будет. Вам ведь нужна дилерская печать только для того, чтобы в случае гарантийного какого-нибудь неприятного эпизода прийти и вытасти из него душу. Пусть даже не сразу, пусть даже, например, с моей помощью. Поэтому вот все абсолютно серьёзные работы, правильные, которые нужно, в том числе, там, технический контроль, там, что-то поменять, сделать, я бы творил в гараже. А к дилеру я приезжал бы совершенно с честной мордой для того, чтобы поменять масло и поставить штампик. При этом я бы ездил, конечно бы, раз в 9 тысяч. То есть я бы стремился к тому, чтобы больше по одометру, чем 10 тысяч пробега между сменами масла, особенно на дизеле. У меня не было, потому что... Ну да, да, да. Но я вот на 4 тысяч уже поменял себе. Сейчас у меня 7. Правильно. Вот, я как бы поменял, то есть нормальный сервис, вот, где Opel до этого века обслуживал, хороший сервис, нормальный, цена приемлемая совершенно. Такая работа, говорю, стоит, вот, я заплатил 4 тысячи, у официалов она 11-12 стоит. Так мало, 11-12, я вот сейчас на своей векторе, у меня в том числе в хозяйстве был автомобиль такой же, как у вас, только с Кузовом Универсал, я когда приехал в Дженсер, мне сказали, вот, ваше ТО-90 стоит там 30 с чем-то тысяч, ну, так уж и быть, мы вам дадим скидку, потому что она у вас не гарантийная, поэтому 20% минус. Но это все равно 28 тысяч рублей за смену масла. Ну да. И это блистательно просто, это редкостное удовольствие за смену масла отдать столько денег, поэтому езжайте только ради штампика, причем вы можете туда приезжать со своим фильтром, вы можете туда приезжать со своим маслом, и это масло в том числе в GM-овской баночке, а у Opelie у них серебристая такая специальная банка, на которой написано GM, и она продается в том числе совершенно спокойно на нашем рынке. Вы можете приехать с этим и сказать, вот, пожалуйста, залейте, поменяйте, и я поехал. Штампик не забудьте поставить, и все. И тогда у вас получится нормальное обслуживание автомобиля, потому что никто не испортит машину так гениально, как это может сделать официальный дилер. Иван, здравствуйте. Это я, да? Да, это вы. Здравствуйте, Сергей. У вас достаточно редкое имя для нашей страны, как ни странно. Все-таки Иван, да, это не каждый день бывает. А подскажите, пожалуйста, вот такой вопросик, Крузак-соточка, вот езжу на нем довольно давно. Сколько? Уже пробег 470 тысяч до 2005 года дизеляка 4.2 на гидроподвеске в Европе. Ух. Ну, проблем так особо не было, в основном обслуживаешь сам, но что-то как-то наскучило, ничего с ним не происходит. Хотя я там и нырял, и топил его. Калину купите, штучки 3 калины и пару грант, и у вас жизнь будет настолько разнообразной, вы даже не представляете. Просто вот вопросик, дают за него полторашку, ну, полтора миллиона. А вот, и думаю поменять на двухсоточку, но слышал, что у двухсотки там мотор из трех частей сделан, там не косилы, напыление, чтобы не ремонт пригодный абсолютно, да? Ну, вот, чтобы у двухсотки он прожил 470 без проблем, это уже, конечно, вряд ли. Но двухсотка все-таки остается еще очень приемлемым автомобилем, а тем более вы же хотите все-таки, чтобы жизнь стала интересной? Не, ну, я особо принадлежаю колхозник, мне надо иногда и вроды преодолевать, там, и подъехать, и прицеп подтащить. Ну, знаете как, сотка, конечно, в этом отношении получше, в том числе и потому, что попроще. Двухсотка, она все-таки сделана для шейха, который должен подъехать к своему гарему, у него должна быть подвесочка помягче, хода побольше, и поэтому она чуть-чуть поимпозантней, и кожа-то у нее получше, и электроники-то у нее побольше. А когда у нее накрывается какой-нибудь там генератор, который стоит в развале блока, вот тут начинается капремонт автомобиля в чистом поле. Но все равно это не так еще позорно, это еще не полная деградация. На этом можно поколхозить-то, можно. То есть, а что, если, то есть, дают такие деньги, то есть, приемлемые, я не новую, я рассчитываю на 2 миллиона, там, добавить чуть-чуть, бэушку взять. Ну, если у вас надежный канал по поставке бэушек, тогда да, потому что тот человек, который продает двухсотку, он что-то с ней сделал. Вот у вас-то 470 тысяч и ничего, а у него чего-то уже произошло за два года. Ну, я тут профилактику делал, на вкусном коллекторе много очень такого шлама, там, видимо, этот EGR подбрасывает кокс, но масла не берет ничего. Ну, правда, я давно с ВМСами ее эксплуатировал, то есть, постоянно двигатель прогретый, запускает зимой и летом. Красота. А у вас сотка или стопятка? Сотка, сотка. Сотка на автомате с Чехии я ее пригнал. Ой, какая хорошая машина. Но купите себе двухсотку, и у вас тоже будет много интересных нюансов, которые приятно разнообразят вашу жизнь. Вот как любопытно складывается ситуация по поводу того, стоит ли нам бояться Китая или не стоит нам бояться Китая. Вы не поверите, на протяжении всего эфира количество голосов добавлялось и в пользу тех, кто уже поджал хвост, и в пользу тех, кто еще пока этого не сделал. А в итоге мы все равно пришли к одному и тому же. Ровно 50 на 50. 50% будут бояться Китай, 50% не будут бояться Китай. Такого парадоксального распределения мнений не было, в принципе, еще, наверное, ни разу. Напоследок Ольга спрашивает у меня через сайт, что я скажу по поводу Тииды на автомате. Вроде функциональная машина, но мексиканская сборка смущает. Мексиканцы, в принципе, конечно, отвратительные работяги, но они тоже умеют более-менее делать машины. Тииды сама по себе штука правильная, особенно если она 1.8 автомат, она получается подороже, но едет она очень хорошо. И автоматика у нее четырехступенчатая, допотопная, но ящик удобный, некрасивый, неугоняемый и функциональный. Одна из заслуг Ниссана, то, что они умеют делать машины внешне столь непритязательные, но при всем, притом технически, очень подходящие для народного хозяйства. На них можно хорошо кататься по магазинам, по загороду, кстати, я тоже на этой штуковине ездил. То есть не бойтесь мексиканской сборки, возьмите смело. Все, до четверга, до завтра.